Не прошло и нескольких минут после начала слежки за маршрутными такси, как инспектор ГАИ уже насчитал два нарушения. Перевозят пассажиров сверх нормы, установленные заводом изготовителя. То есть люди стоят. О, великолепно. Водитель поехал на запрещающий сигнал светофора. На конечной остановке водителей ждет сотрудник автоинспекции. Злостным нарушителям оправдываться нечем. Все зафиксировано на видео. Вы проехали на запрещающий красный сигнал светофора. Ну, причина какова? Немало нарушений находят инспекторы и при осмотре микроавтобусов. Аптечки нету, да? А, нет, только один я, да? Правильно я понимаю? Один. Знаковременной остановки, пожалуйста. Нету. Минимальный износ 2 миллиметра. Здесь что будет оставлять по этому поводу? Водители не спешат оправдываться, хотя понимают. Перевозить пассажиров на лысой резине – риск. Графики жесткие, гонки, спешка, гонка за пассажиров. 28 машин за одним пассажиром. Александра Павлова ждет штраф в 700 гривен за аналогичные нарушения. Он тут же обещает исправиться. Поменяем резину, и все будет нормально. Параллельно сотрудники ГАИ заставляют нарушителей смотреть видеоролики с кадрами страшных ДТП. Правда, на должный эффект от такого просмотра не слишком надеются. Есть люди адекватные, нормальные, которые понимают, которые осознают. А есть люди, которые не видят, не слышат. Раз в неделю штрафников будут собирать в облуправлении ГАИ на лекции о безопасности дорожного движения. А сама спецоперация «Автобус» продлится в Луганске до конца мая. Станислав Мирошниченко, Наталья Трофимова, Телеканал Донбасс.